Сегодня великий, особый, благословенный день. Сегодня в преддверии Пасхи Господней. Самый важный день в году, в жизни человека. Когда-то вся Русь была устремлена именно к этому дню. Каждый день, неделя, месяц текли к этой вершине. И бытие страны, народа, каждой человеческой души было действительно устремлено к этому светлому дню. Он так и называется – светлый день Пасхи Христовой. В этом слове заключено все – и радость, и глубина бытия человеческой жизни, и упование, и вера, и исполнившаяся надежда во Христе жизни вечной. Ведь каждый человек живет, никак не может смириться с тем, что есть смерть, что она пресекает человеческую жизнь. А Пасха, подвиг Христов, Его воскресение уверяет нас и дает нам верное упование в том, что жизнь вечная есть достояние каждого из нас, кто верует во Христа, кто живет этой верой, кто возжигает свечу в храме, и кто не утерял преемственность с поколениями и поколениями русских православных людей, живших и подвязавшихся во Христе. Слово «Пасха» переводится «переход». Вот в Священное Писании использовано множество пророчеств о том, как род человеческий шел к Пасхе Христовой. Апостол Павел, указывая на Христа, говорит, он «Пасха наша». Да, в нем человечество перешло от смерти, тяготевшей над родом всех поколений, Адама и Еву, терявших рай, перешло от смерти, вергавшей человеческий род в скорбь, безутешную, перешло к вечной жизни во Христе. Когда Авраам оставил урхалдейский и, следуя воле Божией, пошел в землю обетованную, он перешел Иордан. И этот переход стал символом, свидетельством и пророчеством о том, что Христос очистит человеческое естество от скверны, греха и освободит нас от смерти. Переход – очень глубокое слово. Когда-то в советское время не было невозможно говорить о жизни вечной, потому что идеология государства утверждала, что жизнь человеческая, фактически по слову царя Давида, как мы то читаем в Библии, в Псалтире, 70, а еще в силах 80 лет. Медицина знала множество примеров, как серьезная наука, что жизнь вечная есть реальность. Но об этом говорить было невозможно. Я помню презентацию книги, которую ее автор также многозначительно назвал «Переход». То есть, фактически, если перевести уже обратно с русского на иврит, это будет Пасха. Переход от смерти к жизни, от неведения истины к вере спасительной Христовой. И этот переход требует от нас подвига, потому что без подвига мы не сможем стать вместе со Христом, мы не сможем восприять эту благодать, воскрешающую и наши души, и наши телеса, что произойдет при втором страшном пришествии Христова. Пасха Господня – светлый праздник. Все ликует – природа, небо. Все растворено особой благодатью. И в эту спасительную ночь Христового воскресения весь православный мир собирается в храмы Божии. И эта радость, она неизбывна. Она объемлет всех нас. Мы чувствуем единение, духовное родство. Не остается места ничему недоброму. Поэтому на Пасху люди по древнему обычаю христосовятся. А что такое лапзание? Это символ приискиванной любви, чистой, братской, жертвенной, действительно христианской любви. Пасха – великий день. Пасха – есть средоточие бытия человечества. Оно отмеряет, этот день отмеряет приближение мира, нас, человечества, к тому изменению, к тому переходу, который станет окончательным. Вот мы празднуем каждый день Пасху, каждый год. Каждый год Пасху. Но Пасху празднуем мы и гораздо чаще, потому что каждый воскресный день, потому что христианский календарь размерен неделями, а уменьшает каждую неделю воскресный день. Он в русском языке так и называется – воскресенье. По вере, которую когда-то мы восприняли вместе с равноапостольным великим князем Владимиром. И вот по литургическому обычаю воскресный день именуется Малой Пасхой. Но в принципе, когда совершается литургия, то есть принесение бескровной жертвы, когда хлеб притворяется в тело Христово, а вино в кровь, и верующие причащаются, ведь читается в алтаре тропари тоже пасхальный. В воскресенье Христово видевши. Поклонимся Святому Господу Иисусу. И это приискреннее соединение с Богом особенно явственно в день Святой Пасхи. Я от всей души хочу, чтобы как можно больше людей познали Бога, превозмогли суету, которая отрешает многих от веры, препятствует им даже прийти в храм, успокоиться, сделать этот переход. И ведь на самом деле, переступив порог храма, войдя от мирской суеты в блаженную тишину Церкви Божией, мы уже делаем первый шаг к этому переходу. Устремление человеческой души в Божий мир, Божию благодать, там, где действительно происходит таинственно воскрешение человеческой души. И Бог приемлет каждого. Он не отвергает никого. Нам не нужно для того, чтобы совершить этот переход ни денег, ни большого положения, ни должности. Нам нужно только открыть сердце Бога. И Господь проведет нас, возьмет за руку и введет свое царство, и совершит этот переход от смерти к вечной жизни, от тьмы, к присущественному свету невечернего дня, от мрака к святости, от греха к самому себе, как источнику подлинного, неумоляемого, вечного и безмерного блага. Я желаю, чтобы мы встретили великий день торжества веры Пасхи Христовой в храмах, вместе, в молитве, чтобы вместе мы этот переход ко Христу нашей Пасхи совершили в любви Божией, в мире. И Господь додарует нам свою нескудивающую радость и осенит наши сердца своей любовью и дарует нам вечную жизнь. И совершит этот переход в святую Пасху Христову. Редактор субтитров А.Семкин